Всем привет, друзья! С вами Павел, вы на канале Душа Спекулянта. И сегодня у нас в понедельнике. Я решил каждый понедельник делать такой, скажем, обзорчик по новостям, именно из крипты, которые были на прошлой неделе. Также хочу затронуть какие-то ивенты, которые я буду ждать именно на этой неделе. Ну и, наверное, самое главное, посмотрим вообще мои монеты и как они себя вели. Итак, наверное, мы начнем с того, что на прошлой неделе я откупил две монетки. Первая – это монетка Трой. Здесь видно ее график, да, здесь у нас получаются дневные свечки. Видно, что цена консолидируется и пока не собирается расти, вообще непонятно, что с ней будет с этой монетой. Более интересно, наверное, смотреть на недельные графики, да, вот такая вот идет прямая полоса. Опять-таки Трой я покупал под идею именно то, что на возможный рост этой монеты, да, но как бы в ней все время я сидеть не буду, буду ждать, скажем, более каких-то крупных SEO-шек. Об этом мы еще поговорим. Вторая монетка, на которой я откупил на прошлой неделе – это монетка Harmony по тикеру One. График у нее примерно такой же, как и у Тройа, да, покупал ее здесь. У нее был рост. Рост, кстати говоря, не очень хороший был, но я ничего не фиксировал. И сижу дальше в этой монете. Опять-таки, вот какие-то конкретные идеи. Более подробно, наверное, то, что я буду делать, я еще расскажу тоже далее. Дальше Binance запустил на прошлой неделе Launchpool по токенам BTS-T. Фармить его уже можно. Выход на биржу будет 13 января. Этот ивент я ожидаю. И, соответственно, в первую же свечу я все нафармленное буду сливать. Также хочу обратить внимание на то, что Binance начал рассылку своих карт. Если вы проживаете в Европе, то вы, в принципе, можете ее заказать. По слухам говоря, что доставляют ее в течение двух недель. Как это выглядит? Получается, вы переходите в финансы, карта Binance Visa. И здесь в вкладке вы увидите свою карточку. И там будет кнопка такая, как заказать физическую карту. Я эту уже операцию сделал где-то дня два назад. То есть, мне теперь нужно дождаться тогда, когда она ко мне приедет. Вот. Это что касательно карт. Хотя карту выпустили уже достаточно давно. Еще, по-моему, с сентября месяца. Да, я про них вообще в первый раз упомянул в своем телеграм-канале. Но это были как виртуальные карты, как оказывается. Физическую карту можно будет приобрести вот сейчас. Ну, соответственно, если вы ее потеряете, вы можете ее спокойно заморозить. И всего делов-то. Помимо всего этого, сейчас стартует регистрация в ICO SEVChain. Token Sale, который будет проходиться в конце января. Сейчас пока только регистрация. Хочу заметить, что регистрироваться лучше прямо сейчас. Потому что, бог его знает, но может быть такое, что регистрация в White List. Она может закрыться очень быстро. И поэтому с этим лучше не ждать. И здесь еще нужно иметь в виду, что Kivac будет проводиться где-то около 3 дней. Kivac – это верификация вашей личности. То есть вам придется загружать сюда паспортные данные. Выписку какую-то о вашем местожительстве. Ну и, соответственно, делать личную фотографию. Чтобы они подтвердили то, что вы – это вы. Однако, что касательно SEVChain, то здесь немножко непонятно сейл будет. Тут они как бы говорят о токен-прайсе от 3 центов. Но токены будут ограничены в продаже. И они говорят, что цена будет динамическая. Поэтому сколько будет стоить по факту один токен SEVChain, да, ну как бы неизвестно. Это уже будем, наверное, смотреть в моменте распродажи. Еще что очень интересный момент, так это по ICO Финдоре. Финдора завершила свой токен сейл. И самое интересное то, что она завершила свой токен сейл за 2 дня до официального закрытия распродажи. Так что я надеюсь, что такая новость будет кексом. Теперь мы ждем какие-то движения от самой Финдоры, а именно листингов каких-то бидж, да. Саму Финдору я закинул там немножко, где-то 350 долларов получается. И, честно говоря, после того, когда я закинул, я словил такую форму о том, что я помог туда занести по идее больше. Поскольку я думаю, что эта идея будет токсовая. Но опять-таки, мало чего, что я думаю. Посмотрим, как это будет по факту, да. Во всяком случае, участие мое подкреплено деньгами. Итак, по ожиданиям. По ожиданиям я все-таки жду, что 13 января можно будет удачно слить токен BTCST с лаунчпула, точнее, извиняюсь. И можно будет на это что-то заработать. Как практика показывает, обычно где-то 5-10% если цена начинает очень сильно волатилить и, скажем, не откатывается сразу, да. То можно от вложенных в фарминг заработать. Ну а дальше я просто продолжу стыкать этот BTCST. Ожидаем выход Flow. Дело в том, что Flow... Первая раздача монет Flow будет 15 января. И, скорее всего, 15 января уже будут какие-то листинги. Но это, опять-таки, не факт. Тема очень сильно нахайпованная. Это что-то может быть типа второго Деграфа. Но, опять-таки, это не точно. Посмотрим, как рынок все это оценится. Я во Flow тоже участвовал. Это была ICO на CoinList. Но, опять-таки, у меня токены залочены на 2 года. То есть я первую половину получу через год, а вторую половину я получу через 2 года. Вот. Но, опять-таки, я думаю, что это очень хорошая может получиться спекуляция. И, скорее всего, но не точно, да. Скорее всего, я буду участвовать в этой спекуляции. И мне буду покупать монету с рынка. Однако, имейте в виду, что покупать с рынка во время листинга – это очень большие риски. Те, кто покупали токены RIF или, как я, купил в свое время OneInch, знают, что депозит может укутаться очень легко в течение считанных минут. Ну, и, естественно, мы ждем Финдору. Финдору тоже, возможно, будет на этой неделе. Но, возможно, придется ждать конца января. Но я думаю, что где-то до конца января, начала февраля, Финдору мы точно увидим на каких-то биржах. Вот, так что ждем. Как бы в ICO мы поучаствовали, да. Вот смысл в этих ICO – то, что ты закинулся, ну и монетка выходит через месяц, через два. И иногда все-таки стоит подождать просто потому, что темы могут быть реально иксовые. Вот, это гораздо лучше, нежели чем покупать монеты с биржи под какие-то плечи. Либо просто торговать, да, стараться поймать какой-то тренд. Так, теперь давайте приближимся по моим монеткам, которые я сейчас задержу, да. В топе у меня сейчас это монетка эфира. В данный момент у меня 200% прибыли. Я с этим эфиром ничего не делал и по факту сделать не могу. Дело в том, что эфир у меня золочен под NUSAIFER. И если бы у меня эфир был бы разлочен, то, естественно, как бы я тело вклады уже бы вывел, да. Остальное бы оставил до каких-то более лучших значений. Токен Кукоина у меня также очень резко отрос за прошлой неделю. Сейчас он мне показывает минус 9% от изначального вклада. И, в принципе, токен Кукоина я держу именно как под фарминг. У меня там дивиденды, ежедневно мне там приходят бонусы, да, именно как в денежной эквиваленте за то, что я их держу. Перпутал протокол также очень хорошо отрос от моего входа 55%. Опять-таки, покупал его во время ICO, во время токен сейла. И я жду на самом деле бинанса, да, поскольку в инвесторах находится бинанс лапс, и я жду, что-то там будет. Флоу уже рассказывал, сижу, 11% от моего портфеля занимает моя позиция. Неизвестно, сколько будет стоить и что вообще, какая ситуация по ним будет. Опять-таки, жду, когда будет листинг на биржах. Монетки 1 и 3 покупал одновременно. В общем, ждал каких-то иксов от них, да, в итоге одна монета выросла на 10%, другая выросла на 24% в течение одной недели. Были показатели намного лучше, но сегодня понедельник такой, он, скажем, не очень хороший, да. Если вы не видите, вот здесь вот минуса, это вот то, что в течение последних суток произошло, да. А all-time profit, это сколько профита у меня всего получилось за все время удержания монет. Ну и в данный момент у меня вот такая вот сумма. То есть плюс 24% по ванну и плюс 10% по трое. И эти монетки я буду продавать, фиксировать. Опять-таки, если рынок будет плохой, я их продам в ноль. То есть ничего не заработаю, просто заберу то, что вложил. Или же, если рынок будет какой-то такой, либо чуть выше, я их продам в любом случае под ICO SEV-чейна. Так что вся сумма, которая здесь, скорее всего, пойдет в ICO SEV-чейн. Финдора уже говорил. Инвестиция была 350 долларов, жду выхода на биржу. В общем, вонынче, это моя не совсем удачная идея. Дело в том, что получил минус 58%. Выкупал я во время листинга на Binance, да. И, честно говоря, ожидал, что будет ситуация похожа как с умисвапом. То есть он залистился, был большой airdrop. Я думаю, что как-то цену поддержит. Но нет. В общем, вонынче создавала наша русская комьюнити, точнее русскоговорящая, да. Ну и, как говорится, наши обосрались по полной теме. И в итоге, как бы, я встрял в этой монете по минус 58. Мои идеи, прогнозов нету никаких. Скорее всего, буду продавать, соглашаться с таким убытком. Но, опять-таки, под какую-то более трендовую, хорошую идею, да. Скорее всего, это какая-то ICO будет. Вот. Доллары тоже есть. Просто держу и все, да. Ну и по розу. Здесь у меня очень маленькая позиция. Так что участвовал в ICO. Там на совсем чуть-чуть. Вот с этого ICO мне чуть-чуть-то совсем накапало. И плюс еще капать будет в течение полугода. Ну а BNB, NBX, опять-таки, о них нет смысла говорить. Поскольку у меня, они в моем общем портфеле занимают меньшую позицию, чем все остальные монетки. Ребят, на этом у меня все. Если вам понравился такой формат, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии, да. Поскольку я буду такой формат стараться выпускать раз в неделю. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok